Мир через призму живописи и поэзии в музейном комплексе парка имени Льва Толстого открылась выставка жительницы Химок, известной художницы Марии Семеновой. Вдохновение для своих картин автор находит везде, где бывает. На полотнах изображены люди, животные, природные мотивы, а рядом аннотации в поэтических строках. К каждой работе подобрано свое стихотворение, которое подчеркивает и открывает по-новому сюжет. Подобрали мы работы непростые, чтобы они были поэтичные, чтобы хорошо воспринимались картины и это было как-то органично. Я очень хочу, чтобы все почувствовали радость, любовь, красоту, чтобы пришли и могли задуматься, улыбнуться, чтобы настроение поднялось. Выставки работ Марии проходят в Химках регулярно, но мастеру всегда есть чем удивить своих зрителей. Эта картина очень удивительная. Она замерзла тогда, когда я писала. Обычно, когда пишешь на пленэре, холодно, и если минсовая температура, картина замерзает. Потом, если внести в теплое помещение, она может оттаять, и все исчезнет. А здесь не исчезла. То есть это просто чудо, и природа помогла художнику создать работу. Поддержать Марию пришли коллеги, друзья и, конечно, семья. Супруг художницы Олег не имеет к живописи никакого отношения. По образованию он инженер. Но, тем не менее, иногда его вклад в творчество жены бывает очень весомым. В этот раз, например, именно он подобрал стихи к каждой картине. Я могу тебя очень ждать. Долго-долго и верно-верно. И ночами могу не спать. Год и два. И всю жизнь, наверное. Мы старались, чтобы поэты были классические. Больше старался, чтобы это были русские поэты. Но где-то есть и иностранный, там Роберт Бернс, где-то китайский какой-то поэт даже есть, у нас прискочил. И советские поэты. Какие-то картины были практически сразу, то есть, там, ну, там, грубо говоря, 5-10 минут, и стихотворение ложилось. Некоторые приходилось возвращаться по два или по три раза. Всего на выставке представили около 40 работ. Полюбоваться живописью Марии Семеновой и облеченной в поэзию можно будет до середины марта. Музейный комплекс работает с 11 до 19 часов со среды по воскресенье.